В Русском театре прошла церемония закрытия 6-го международного фестиваля фольклора и традиционной культуры Горцы. Праздник, который проходил несколько дней по всей республике, завершился гала-концертом. На сцене выступили танцевальные коллективы из Франции, Турции, Словакии, Латвии, Азербайджана и региона в России. Побывала на концерте наш корреспондент Сакинат Малаева. Ей слово. Народному хору Валушка из Астрахани 26 лет. Коллектив успел побывать во Франции, Германии, Чехии и других городах Европы. Но так получилось, что в Дагестан приехали в первый раз. Вначале были опасения, говорит руководитель хора Яна Редькина. Но, как оказалось, совершенно напрасные. Люди здесь очень добрые и гостеприимные. Хочется сказать, что вот у нас такие понятия патриотизм, солидарность немножко стерлись в последнее время. А здесь они засверкали яркими красками и обрели новый смысл. Потому что здесь мы по-настоящему гордимся своей Россией. И здесь солидарность, это дружба между всеми нами. Мы получаем удивительную радость от общения друг с другом. Гости Марийского края на фестивале горцы фольклорный этнографический ансамбль «Мари Памаш», что в переводе означает «Марийский родник». В этом году коллектив отмечает юбилей – 40 лет. Однако даже при таком многолетнем опыте всегда есть чему поучиться, говорят артисты. Мы очень благодарны такому теплому и хлебосольному приему. И мы, ваши горы, ваша природа, ваша теплота, душ, как вы нас принимаете, как встречаете во время наших выступлений. Это нас до такой степени окрыляет, что когда мы приедем в свою родную республику, расскажем всем родным и близким, как вы тут дружно живете, и как вы эту свою национальную традиционную культуру храните и передаете из поколения в поколение. Фестиваль позволяет укреплять отношения, налаживать дружественные связи, сохранять национальную культуру, музыкальные и хореографические традиции. Это отметил и посетивший церемонию закрытия спикер парламента – хизриших саидов. Фестиваль «Горцы» также стал масштабным событием международного фольклорного движения по поводу обратиться к истокам национальных культур и оценить их самопытность и многообразие. Наряду с самыми значимыми фольклорными форумами мира он включен в календарь международных фестивалей. Здесь уже об этом было сказано. Этот фестиваль 2012 года мы проводим под эгидой ЮНЕСКО. Далее на сцене Русского театра состоялся галоконцерт. Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» проходил в республике с 5 по 11 июня. Гости дали концерты во многих городах и районах республики. За это время зрители смогли увидеть лучшие номера фестиваля и ознакомиться с культурой представленных стран. Следующий приезд в Дагестан народных коллективов состоится через год. Сидент Малайлас Алихехияев, Рамазан Амаров. Время новостей.